всем привет сегодня хочу рассказать как я делала поделку в детский сад на тему день космонавтики вот смотрите какая у меня получилась поделка это у нас поверхность луны на ней космонавт россиянин ракета потом а вот кратеры все тут у меня сделано вот так вот солнце мохнатое пушистое и где-то вдалеке планета земля на причем у нас даже еще и шевелится но также звездочки сейчас я вам покажу все то поближе во первых вам необходимо найти коробку коробка может быть как из-под каких-либо игрушек у меня это обычно почтовая коробка потом а у каждого садика или кого-то какой-то выставки есть свои требования по размерам поделки у нас по моему это было 30 сантиметров то есть я соответственно вырезала не больше 30 сантиметров в длину в ширину высоту чтобы все было у нас по правилам данной выставки нижний край тут я сделала таким полукругом ну возможно можно и просто срезать либо угол оставить так коробка у нас подготовлена второе что я сделала это край коробки обклеила черной изолентой вот смотрите весь весь край чтобы он был гладкий ничего не царапалось все было эстетично красиво все у меня обклеено черный черной изолентой так затем я обкрасила черной краской это вот стены правую и дальнюю стену черная краска использовала гуашь не акварель но еще немного подкрасила черной краской низ но там возможно можно было и не красить где-то у меня хуже приклеилась остальное на краску а клеер по моему меня размазывался то есть если что то лучше конечно только показ по самому краешку прокрасить черной краской ну или другой краской так второе вернее следующее что я сделала это я стала делать кратеры лунную поверхность кратеры пески для этого я смочила куски бумаги использовала я формата 4 бумагу для печати для принтера то есть я сворачивала ну по два листа брала смачивала водой какие-то формировала кратеры и неровную поверхность луны и оставляла на а наверное у меня сохла ну день наверное то есть я вечером сделала с утра уже у меня эти кратеры все высохли но возможно это все будет и гораздо раньше сделала запасом мне на самом деле для такого для такого размера понадобилось по моему всего три кусочка из того что я сделала так вот следующим как раз этапом это мы берем вот эти все сухие уже куски бумаги формируем поверхность луны вот еще совет вам лучше сразу как и там подумать и какой-то кусочек оставите чтобы был вот прямой угол вот тут вот потому что потом вырезать вот эту бумагу не очень удобно она все таки такая скомканная и не очень удобно но все равно это лучше чем ничего вот у меня помню вот это кусок это кусок это кусочек и потом я вырезала из других кусков поровнее вот этот вот и вот тут сформировала часть угловую так это я все приклеила на обычный клей-карандаш по моему приклеилась нормально ничего оторваться не хочет поэтому клей-карандаш думаю с этой задачей справился а затем необходимо раскрасить поверхность луны для начала я раскрашивала желтой краской потом оранжевой потом какие-то части я делала коричневой краской и по итогу чтобы все-таки более было похоже на поверхность луны там света у нас нет кажется что песок серый это я все покрасила вот серый красочкой тут можно все увидеть серая красочка так следующее что я сделала это делала ракету ну ракета в особых объяснениях думаю нет не требуется это цилиндр из цветной бумаги конус цветной бумаги и вот такие вот лопасти ноги сразу предупрежу что лучше именно окошки сразу не клеить потому что непонятно как у вас потом ракета с какой стороны легче приклеится на вашу лунную поверхность поэтому как только уже луну приклеите в конце то можно окна и приклеить на ракету человечка космонавта я решила сделать из клея то есть это с помощью термопистолета это вот у меня такой получился человечек он у меня в конце концов не прикреплен вот такой человечек из клея то есть я брала поверхность но ты по моему доску для лепки для пластилина и и покрывала не следой а вот файлик а формата а4 и вот на этот файлик я ну вот там формировала человечка сохнет моментально все очень быстро раскрасила я его красками помогли ткани контур по ткани или контур по витражу они какие-то похожие я думаю на на этом клею будет хорошо смотреться и обычная гуашь так флаг а сразу при формировании человечка я ему дала в руки флаг это у нас ватная палочка сам флажочек я уже сделала потом это салфеточка вывезла салфеточку приклеила и раскрасила фломастерами человечек сам себе у меня сделан был быстро но по условиям вот моей использованные краски она по умам должна сохнуть и сутки но у меня сохла меньше я не торопилась при этом то есть у меня поделка заняла наверное день я ее делала так делается все быстро просто что надо ждать так человечка поставим на место следующее что я сделала это вот такой шар земля вся вам поближе покажу вот это у меня земля она у меня сделана из пластилина но не полностью в магазинах для творчества продаются пенопластовые шарики но как всегда я не ничего не купила поленилась и я сарик сформировала из обычных салфеток вот такой размер шарика то есть размер наверное вот меньше указательного пальца сделала скомкала две бумажные салфетки и облепила пластилином в итоге шар легкий и наверное у меня все таки продержится на всю выставку и ничего не свалится вот такой вот шарик пыталась сформировать землю тут антарктида у меня евразии африка странным образом этот у меня шарик оказался у ребенка в руках и он стал немножко приплюснутым вот наверно почему земляне сарами это не просто шар а еще приплюснутый шар такую форму крепила я землю с помощью проволоки а вот смотрите с другой стороны вам покажу здесь две дырки две тытки тытки проделала иголкой а вставила проволоку толстую проволоку с другой стороны вывела вот видите у меня тут она две две части проволоки виднеются немножко загнула их к верху чтобы шар земля не спадал и нацепила землю на эту проволоку она держится у меня вот не спадала главное чтобы проволоку вы не вниз вот так оставили а вот кончики так вот немножко к верху загнули чтобы у нас шар не упал потом что я сделала это солнышко как такой такой пушисто солнышко сделала вот сейчас я вам покажу а Кстати, совет сразу, когда формируете это солнышко, лучше в конце оставить длинную ниточку, чтобы сразу можно было это солнышко прикрепить. Я почему-то сразу не сообразила, и мне пришлось отдельно привязывать черную нитку и прошивать черным. Вот. Вот, видите, я прошила. Но можно было сразу не мучиться, а просто оставить длинную желтую ниточку и с помощью ее прикрепить солнышко. Так, что же я делала дальше? А, ну дальше у меня шло именно украшение. Это я вырезала звездочки. Для этого я использовала самоклеящуюся цветную бумагу. Данную бумагу я покупала в фикс-прайсе. Очень неплохо все приклеилось, она блестит. Все очень красиво. Так, потом ракету я прикрепила на двухсторонний скотч. Двусторонний скотч. Она, конечно, у меня шатается, но на такую поверхность не знаю, как крепить ракету, потому что она, в смысле, неровная. Ну, так вот ракета держится. Если, конечно же, не кидать с этой поделкой, то, я думаю, все должно быть на своих местах. А еще, кстати, вот про ракету я вам забыла сказать. Вот сам вот этот конус я вначале приклеила на клеевой карандаш, но у меня в итоге через день у меня этот наконечник отвалился. Поэтому я все так же приклеила на двусторонний скотч. Она у меня хорошо приклеилась. Вот верхушка точно не отвалится от ракеты. Так, а как я прикрепила космонавта? А никак. Вот не знаю, как его прикрепить, потому что поверхность неровная. Можно, может быть, так прислонить его. Ну, вот он везде что-то не очень как-то прикрепляется. Вот решила я его посадить на кратер, чтобы он был повыше. И чтобы еще какая-то поделка еще принимала игровую форму. Чтобы можно было взять и походить этим космонавтикам. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, данная поделка... Ну, мне она понравилась. Надеюсь, что данное видео было вам полезным. И вы тоже что-нибудь придумаете. И вот моя поделка вдохновит вас на какую-то свою отличную идею. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.